Доброе утро приносит добрый день. А этот день обещает быть не только добрым, но и необычайно вкусным, потому что в эфире телеканала 3+, кулинарное шоу «Утро со вкусом» и я его ведущая Влада Столичная. Ровно 49 лет назад в этот день группа Битлз впервые появилась на телевидении, а сегодня в этот день впервые появится на телевидении в своем новом амплуа яркая звезда латвийского спорта. Потом, впоследствии, об этом наверняка расскажет журнал «Стелла», ведь именно здесь публикуются наши хорошие вкусные рецепты. Согласитесь, любопытно узнать, чем питаются люди, тела которых поражают ум и воображение своей красотой. Оказывается, секрет красивого тела весьма прост. Это граппа, помидоры черри, красная рыба и спелые груши. Сегодня, друзья, вы узнаете секрет приготовления любимого салата известного латвийского спортсмена и научитесь делать простой и вкусный десерт из груш и граппы. С радостью представляю вашему вниманию, дорогие друзья, самого титулованного латвийского дзюдоиста, участника четырех олимпиад, бронзового призера Сиднеевской олимпиады в 2000 году, основателя и руководителя школы дзюдо Всеволода Зеленого. Доброе утро. Очень приятно вас видеть у нас на кухне, у нас в гостях. Я надеюсь, вам у нас понравится. Приятно, что очень легко и быстро среагировали на мое приглашение к нам на программу. Чувствуется, готовить вы любите. Я очень люблю готовить. Единственное, что у меня не хватает времени, и поэтому я очень рад, что здесь и на кухне. Я думаю, у нас сегодня все получится, потому что гости у нас долгожданные и очень любимые, я думаю, любимые многими. Поэтому предлагаю начать, наденем фартуки и приступим. Да. Всеволод, ну вы такой кулинар со стажем? Я такой кулинар, время от времени, но со стажем. Это прекрасно. Что мы будем готовить? Значит, это салат, зеленый салат и лосось на пару будет. И второе блюдо, это десерт. Это будет сорбе, грушевое сорбе с граппой. Натуральное, естественное, без сливок, не на мороженом. То есть все такое вкусное. Я думаю, сейчас больше половины наших телезрителей просто ахнуло так вот. Человек, который умеет готовить сорбе, это здорово. Давайте тогда приступим, наверное, с него и начнем. Я так понимаю, ему предстоит заморозиться. Я думаю, что сорбе, потому что, да, сорбе готовится долго. Груши? Да, оно около 4 часов готовится. Груши должны быть мягкие. И сейчас мы их чистим. Когда первый раз случилось в вашей жизни ваше первое кулинарное творчество? Ну, творчеством его не назовешь, я думаю, что у любого мужчины первое кулинарное творчество – это яичница утром. Но так как вся моя жизнь связана со спортом с раннего детства, и когда тренируешься, получаешь нагрузки, как бы тебе хочется все больше и больше. Нам приходилось вечерами после тренировок все равно что-то себе готовить. На соревнованиях мы готовили сами себе, готовили бульоны куриные, поэтому мы покупали курицу, у нас с собой всегда была кастрюлька, у кого-то была кипятильник или маленькая комфорка. И в номерах мы готовили сами себе. Бульон куриный. Куриный бульон. Так, нам кастрюль нужно. Да, в 10 лет я начал заниматься спортом, уже в 10 лет, в принципе, через 3 года, когда уже начались самостоятельные поездки, соответственно, я уже начал думать о том, как себя прокормить. Были такие случаи, я очень благодарен родителям, которые, в общем-то, не поддавались моим капризам. И когда меня выгоняли за какое-то плохое поведение, что я там недисциплинированный и так далее, то есть тренера выгоняли, то родители меня обратно загоняли. То есть, в принципе, родителям вы советуете, родителям тех детей, которые вот точно так же конючат, мам, пап, ну не хочу идти на тренировку, надо вести, закрывать за ними дверь и... Нет, это... Или это разные вещи? Нет, нет, это, как правило, в общем-то, родители должны понимать, когда ребенок капризничает, а когда он действительно, у него нету к этому виду спорта или вот в том, что он делает, нету ни способности, ни желания абсолютно, да, и он ее отвергает. Что мы делаем? Значит, что мы делаем? Мы сейчас должны это все делать от 10 до 15 минут, проварить, закипятить, чтобы груши стали мягкие. Да. Зальем где-то 80, не больше, грамм воды, для того, чтобы это все не, ну, скажем так, смягчить немножко эту поджарку. Все это дело поварить. Так, мы поставили, но туда надо добавить сахара, столовая ложка сахара и, в принципе, ваниль. Столовую ложку? Столовую ложку, да. Да, и добавить ваниль. Не могу всего вот не задать вам этот вопрос, как человеку, занимающемуся серьезным видом спорта, на каком уровне дзюдо сегодня находится в Латвии, как вы сами считаете? А я считаю, что практически на самом высоком. Вот мы постоянно сейчас не говорим о том, что мы хотим попасть на Олимпиаду, а то, что мы хотим там привезти оттуда медали. У нас на данный момент планируется от трех до четырех путевок. Ну, будем держать кулаки, конечно же, за то, чтобы как можно большее количество наших спортсменов отправилось покорять Лондон и Олимпийские просторы. И привезем оттуда все медали. Вот сколько человек поедет, вот столько вот и привезем. Переступаем к рыбе, я так понимаю. Давайте. Да. Что мы с ней делаем? Ну, напоминаю, у нас сегодня замечательный рецепт, салат, как там было, с лососем на пару. Салат, да, лосось на пару. Давайте. В принципе, горячие салаты, они как бы очень похожи друг на друга, только он может быть с креветками, он может быть с мясом, он может быть с рыбой, да. Мне очень нравится именно лосось и именно на пару. Во-первых, это полезно, во-вторых, это очень вкусно. Все, вот, а вообще самый главный, я не знаю, может быть, кулинарный мастер вот именно для вас, какой-то кулинарный учитель у вас есть такой человек? Ну, это мама. Мама всегда готовила, всегда вкусно. И даже, это вообще, ну, что у нас родители, это же все, что у нас мы из семьи выносим, мы проносим всю жизнь свою. Потом ты пошел по жизни, куда-то поехал, стал самостоятельным. И ты, в принципе, сравниваешь с тем, что было у тебя дома и с тем, что есть, что ты пробуешь сейчас. Я скажу, что вот этот эталон до сих пор остался. У меня и отец готовил, у меня отец тоже профессиональный повар. На море он был коком, да. Ух ты, ну это хорошая школа. Это очень хорошая школа. Но, допустим, когда ты работаешь коком и готовишь на команду, да, и когда уходишь в рейс, у него вырабатывается привычка готовить на команду. И вот когда у нас отец готовил, он готовил как будто нас, там, не четыре человека, а как будто нас целая команда морская, да. То есть уже так кастрюля от души. Так, у нас, да, готово нарезали, теперь надо замариновать. Значит, маринад у нас это, да, нам нужна... Я так понимаю, посуда для маринада. И нам нужна будет соя, горчица и мед. Мы же сегодня готовим, я так понимаю, вы уже сообразили, потому что я вижу три кусочка рыбы. Готовим для кого-то. Да, ну а для кого я, может быть... А вот, собственно, для кого мы узнаем только за накрытым столом. Может быть, я бы что-то добавил? Такие у вас самого предпочтения? Или что-нибудь убрал. Вкусно или не очень? В зависимости от того, кто будет. Слушайте, а вы, оказывается, такой, да, можете. Опасный человек, друзья. Да, опасно к вам приходить в гости. Не знаю, как вы на это среагируете. Но яду я не добавлю, поэтому... Ну, у самого какие предложения, Сева, вот как вы думаете, кто же к нам сегодня придет позавтракать? Позавтракать? Ну, не знаю, кто-то голодный. Все это мы дело замешаем. Не, хорошее сочетание и горчицы, и меда, сладкость. Здесь нету ничего горького. Соя немножко такая будет соленая. Но мне понравилось. Я попробовал, делали такие шашлычки куриные, да, и... В этом соусе? В этом соусе. И этот маринад перенес вот на это блюдо, и мне очень понравилось. Ну, а в вашем операционе, признаюсь, если честно, есть какие-то неполезные блюда? Есть всякие гамбургеры. Едите, да, вот это вот? Ну, очень редко, но ем. А почему? По необходимости или вот бывает просто очень хочется вот чего-то такого? Нет, слушай, что-то хочется, некогда перекусить. Это же фастфуд, он и есть быстрый, поэтому ты быстренько-быстренько-быстренько забежал, съел. Они еще так вроде готовят, но вкусно, что там говорить. Совесть мучает потом, что съели что-то неполезное? Ну, я... Нет. Нет? Нет. Так, я так понимаю, вы искупали в маринаде нашего... Да. ...лососика? Мы его вот так вот. Закрываем. Закрываем и в холодильник на 15 минут. Давайте займемся грушей. Что мы с ними делаем? Закончим. Значит, сейчас я ее выключу. Да. И потихонечку... Да, она уже мягкая, в принципе, готова. Всего, два года назад попрощались с татами. Да. Но был такой серьезный поворот в жизнь все-таки. На самом деле, сильно ничего не поменялось. Просто до того, как я закончил в 2008 году свою профессиональную деятельность в спорте, как спортсмен, я уже к тому моменту был в правлении федерации и дзюдо и самбо, латвийской федерации. И поэтому у меня уже было достаточно такой нагрузки. И я просто взял на себя больше работы разных, различных проектов, проектов, связанных с дзюдо. Да, я остался в спорте, но в другом качестве. Да, функционер. Да. Плюс в этом году еще в детской школе имени меня... Хорошо звучит. Имени меня, да. Уже 10 лет. Это достаточно большой проект. И он не стоит на месте, он развивается. И, в общем-то, там работает достаточно. Гордитесь школой своей. И мне это нравится. Да, я горжусь не школой, я горжусь детьми, которые в этой школе, и которые тренируются, достигают. Мне нравится, как бы, все, что там происходит. Вот у нас с трех лет, и, в общем-то, самый возрастной у нас там был, по-моему, под 60 лет. И хобби, и все вместе, знаете. То есть я живу этим. И так у нас получилась такая кашица. Да, такое пюре получилось. Если там есть кусочки груши остались, то это нормально. И сейчас у нас осталось только добавить граппу. Да. Так что мы здесь у нас 50 грамм. Как раз на килограмм груш. Все это дело мы перемешали. Да. Да, теперь мы возьмем контейнер, зальем это все в контейнер. Угу. Сейчас нам надо, чтобы это все остыло немножко. И отправляем в морозильник примерно на 2-3 часа. Отправляем и каждые полчаса вынимаем и размешиваем. Да. В принципе, конечно, зная то, что ты можешь, у тебя есть гораздо больше преимуществ. Вкусно. Ваниль. Ваниль и граппа вместе очень вкусно. Есть она цель. Вот мы идем к ней, да. Там всякое может быть, но мы должны дойти до конца. Итак, у нас томится в холодильнике уже сразу две вещи. В морозилке у нас стоит сарбе. Сарбе, да, ждет своего. И маринуется лосось. А мы готовим... Да, нам надо подготовить. Значит, лосось мы должны поставить на пар, а до этого мы должны подготовить салат. Можно угощаться, кстати говоря. У нас замечательные оливочки, боргес. Я на них все подсматриваю, подсматриваю, эпизодически забываю. А их надо хомячить. Кому посматривать, а кому кушать. Потому что они очень вкусные, да. Надо кушать. Вот видите, друзья, кухня сближает. Мы уже постепенно перешли с Всеволодом на «ты». Да. Это хороший показатель. Кстати... Нет, вообще на кухне очень хорошо, когда собирается компания. Часто были такие ситуации. Мы собираемся, мужской компанией, готовим какое-то блюдо. Стараемся задействовать, кто там тесто, кто мясо, кто салат, кто еще что делает. К сожалению, сейчас это стало чуть пореже, потому что все что-то по делам, суетятся. Это очень сильный мужчина. Мужчина красивый. Это видно. И рельефные руки. И мне, как женщине, очень приятно стоять рядом с таким сильным представителем мужского населения нашей страны. А свою силу когда-то приходилось применять вне тотальной жизни? Да, приходилось. Но чаще всего в силу обстоятельств как-то я уходил от этих конфликтов. Но, в принципе, конечно, зная то, что ты можешь, у тебя есть гораздо больше преимуществ. И уже вопрос, надо тебе это применять или не надо. Иногда просто это не нужно. Считаю, что для мальчика это очень хороший вид спорта. Действительно, не только потому, что он может постоять за себя. То есть он умеет это делать. Но это, в принципе, жизненная уверенность. Поэтому я советую и рекомендую, конечно, отдавать к нам, в наш вид спорта. И я думаю, что по жизни это пригодится. И так у нас уже преображается чуть-чуть наше блюдо. Я не знаю, как я нарвала. Может быть, вы меня сейчас будете... Нормально. Еще орешки. Кедровые орешки. Кедровые. Сюда хочется еще добавить. Да. Нам нужна сковородка. Сковородка. Да, мы немножко поджарим ее. Вот. Есть у нас такая штука. Экологическая сковородочка. Да. Гринпан. Да. Шикарная вещь. Обжариваем кедровые орешки. Да, обжариваем кедровые орешки. Сильно не надо, чтобы у них чуть цвет поменялся. Этого будет достаточно. А я тогда, может быть, наполню пока нашу пароварочку водой? Да. Да. Спасибо. Замечательная пароварка от компании Трамантино. Друзья, рекомендую. Очень удобно и очень функционально. Никаких кнопок. Все по старинке. И тем самым хорошо. Посуда, напомню, пожизненная гарантия. Я думаю, что такого количества воды нам будет наверняка достаточно. И я готовлю на пару. Это, в общем-то, быстро, удобно и вкусно. Я даже с удивлением как-то обнаружил, что если не солить, не перчить, то на пару, в общем-то, вот это естественное, вообще без ничего. Без ничего тоже получается очень вкусно. Собственному соку. Собственному соку, да. Вот сейчас у нас... Ну, у нас закипает вода почти. У нас закипает вода и у нас уже готовые орешки. Готовы орешки. Тогда давайте наполнять орешками блюда. Я так понимаю, они сейчас же, да? Сейчас? Размещаются. Угу. Напоминаю, что лосось, замаринованный в столовой ложке меда, столовой ложке соевого соуса и горчицы в такой же пропорции, стоял минут 15... Дюжон. А, вспомнилось название. Дюжон. Дюжон, да. Стоял в холодильнике 15 минут. И мы выкладываем... Мы выкладываем, да, 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 да. Именно так. Так, мы уже... Закипела вода. Закипела вода, и мы, в принципе, можем уже... Мы можем сделать вот так, смотри. Да. Вау. Класс. Да. Я же говорю, люблю и не могу. Слушайте, это лучше в мире пароварка. Пароварка, честное слово. Это очень просто. Теперь берем и закрываем. 10 минут. Да. Так, за это время мы... Надо помешать сорбе. Так, у нас прошло еще полчаса. Мы перемешиваем. Аккуратненько. Ах. Вкусно? Ваниль. Ваниль и граппа вместе. Очень вкусно. Такое сочетание очень хорошее сделаем чуть пониже. Она вся парится там. Вот, перемешали, отправляем обратно в холодильник. Отлично. Еще на полчаса. Ну, там, глядишь, наш гость подтянется. Силат, ну, вот нервничаешь, не знаешь, кто придет к нам. Ты же не знаешь, на что мы способны. Не знаю. Я даже боюсь гадать. Не знаю, не знаю. Вообще друзей много в жизни у тебя? Да. Много. Друзей, товарищей. Я надеюсь, что много. Обычно, знаете, все друзья, товарищи проверяются там в счастье, в горе, в беде и так далее. Дай бог, чтобы поменьше этого всего было. Не надо таких проверок. Вот. Но я думаю, что много. Так, у нас уже все подходит. Я думаю, что готово. Я вас не скачаю. Мы выключаем. Нам единственное осталось только переложить это все аккуратненько, по возможности. Рыба. Так, вот так. Ну, все красиво. Все красиво. Давай покажем? Да. Давай. Вот примерно вот такая красота у нас получилась. Дорогие друзья, ах, как красиво. А главное, как вкусно и совершенно полезно. Что делаем дальше? Что делаем дальше? Садимся к столу. Пошли. У нас чудесный стол накрыт. Наши дизайнеры от компании Рита, конечно же, как всегда постарались. Я надеюсь, все вот тебе нравятся. Очень. Я бы хотела пригласить в нашу студию человека, для которого ты сегодня готовил. Даже интересно. Не только интересно. Здравствуйте. Мне сказали, я смогу сэкономить на обеде. Вряд ли. И на обеде, и на ужине. Представьте, пожалуйста, своего гостя сегодня. Всем нашим телезрителям. Это Олег Максович Баскин. Это мой тренер. Ну и главный тренер сборной Латвии, я так понимаю. Мне приятно, что встреча была радостной. Это было видно по реакции Всеволода и по реакции Олега. Наверное, прежде чем мы приступим, давайте вспомним быстренько, что там у нас на блюде. Что у нас на блюде? Это салат и лосось на пару. Полезно, вкусно. Салат может быть любой. Здесь у нас такой ассорти, обычный лист салата, бальзамик, укроп, петрушка, помидоры черри и кедровые орешки. В общем-то, то, что мне нравится. Я надеюсь, что всем остальным тоже понравится. Уверена, понравится и нам. Приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Давайте приступим к трапезе и, с вашего позволения, я задам сразу первый вопрос. Можно жевать и говорить одновременно, ничего не поделаешь. Это преимущество кулинарной программы. Какой он ученик? Всякое былое. Ну, во-первых, талантливый, бесспорно, я так понимаю. Иначе бы не добился всего того, чего добился. Тяжело с ним? В процессе обучения, подготовки и так далее. Как было раньше? Все как бы в сравнении. Мне казалось, что тяжело. А сейчас, когда он уже не занимается, занимаются другие. Мне казалось, что с ним было легко. В принципе, не было тяжело. Времена были тяжелые. Поставите его в пример подрастающему поколению. Конечно, конечно. В жизни каждого человека учителя играют огромную роль. И от того, какие тебе учителя в жизни встречаются, наверное, во многом зависит то, насколько и как сильно это преуспеет в той или иной области. Я не знаю. Это, наверное, в совокусе тренер, старший товарищ, учитель. Все вместе. Чему самому главному он вас научил? Ну, наверное, одно и самое главное, что он меня научил, уметь... Суми гаеши. Суми гаеши, да. Не, уметь реализовываться. Достигать цели до конца. То есть это очень важно, потому что ты один ничего не можешь сделать. Тебе должен кто-то направлять, кто-то учить, с кем-то ты должен советоваться. Наверное, то главное, что вот есть она цель, вот мы идем к ней. Там всякое может быть, но мы должны дойти до конца. Наверное, доводить дело до конца. Севлот к нам пришел из борьбы с самбо, родственной борьбы. Человек пришел с горящими глазами. То есть человек в те времена, когда, в общем-то, ну, все разваливалось, в том числе и спорт, человек пришел с желанием чего-то добиться. Прямо в глазах это читалось. И, конечно, несмотря на его юный возраст, он сразу стал как бы лидером, именно по тем результатам, которые он потом достиг, а по своему отношению, по своему желанию. Ну, а теперь стал лидером еще и в кулинарном искусстве, потому что приготовил нам сегодня с вами, друзья, два замечательных блюда. И вот прошло за нашими разговорами, к сожалению, часть из которых лишь вы увидели, дорогие друзья, уже 4 часа, ни много ни мало. Это значит, что наше сарбе готово. И время подачи сладкого. Ну, замечательно. Которое готово или нет, сейчас мы должны попробовать. Ну, пахнет оно потрясающе. Да. Так что во вкусовых его качествах я уже фактически не сомневаюсь. Ваниль, груша и грапа делают свое дело. И пока мы едим с Олегом, все вот вам расскажут, из чего он это делал. Мы угощаемся, правда? Значит, груши, ваниль, столовая ложка сахара, 50 грамм грапы и все. Это какой-то вечный кайф. Как в уникдоте. Слушайте, очень вкусный, потрясающий вкус. Грапа чувствуется. И ваниль чувствуется. Это очень гранит. И груша чувствуется. Я надеюсь. Олег и все, спасибо за то, что вы оба пришли, за то, что вы вместе с нами. Предлагаю. И самое большое спасибо вам за то, что вы делаете для наших подрастающих мальчишек и девчонок. Взращивайте новое, молодое, сильное поколение, которое, не сомневаюсь, принесет нашей стране замечательный немало золотых олимпийских, и не только медаль. Это вам. Спасибо большое. С праздниками, с наступающими. Я надеюсь, это понравится. Замечательные подарки от компании Тормантина и Рита. Они пригодятся, без всякого сомнения, на ваших кухнях. Мы продолжаем кушать это замечательное блюдо и поздравляем всех вас с наступающими праздниками. Обязательно. Пожелайте что-нибудь с нашим телезрителем. Ну что, в первую очередь, конечно, здоровья. Здоровья, оптимизма, значит, мира. Я пожелаю вам приятного аппетита. Я тоже присоединяюсь к этим замечательным поздравлениям и желаю вам всего самого наилучшего. Вам и вашим семьям, вашим детям, вашим родителям. Желаю, чтобы в каждой семье была такая потрясающая кухня, как наша от мебельного салона Кате. Были явства на ваших праздничных столах и было здоровье для того, чтобы можно было наслаждаться всеми прелестями жизни. Сегодня, дорогие друзья, мы научились с вами готовить два вкусных и, что самое главное, весьма здоровых блюда. Уверена, они смогут стать достойным украшением любого праздничного стола. Впереди у нас Рождество и Новый год. Надеюсь, вы возьмете наши рецепты, любезно предоставленные Всеволодом Зеленым, себе на заметку. Ну, а мы прощаемся с вами ровно на одну неделю и напоминаем, что все наши рецепты вы можете продегустировать с помощью нашего портала www.tv3play.lv и сайта Открыта.лв. Ну, а подробные иллюстрации и рецепты найдете в еженедельнике Стелла. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok